Итак, мы начнем, наверное, с темы покаяния. И мы будем разбирать тему покаяния в свете осенних праздников. Покаяние в свете осенних праздников. Месяц Тишрей. Очень уникальный месяц. В него у нас много очень праздников. Какие праздники у нас в этом месяце? Рошхашина. Дальше. До Йонки-Пура. До Йонки-Пура. Дни Трепета. Потом Йонки-Пур. Потом Суккот. И потом? Нет. Месяц Тишрей. Очень интересный праздник. Суккот. Мы говорили, нет. Нет. Какой там еще праздник? Сейчас посмотрим. Сколько дней празднований Суккот? А восьмой день как называется? Нет. Шминя-Цары. Да. Тогда мы перечислили все праздники, получается. Итак, Рошхашина. Мы встречаем такой праздник в Торе? Да. Он не назван. Так мы встречаем или нет? Мы вообще не встречаем. Мы вообще не встречаем, согласен. Значит, правда заключается в том, что такого праздника в Торе действительно нет. Есть праздник, который называется как? Водель Аш. Первого снопа. Да. На собирание урожая. Не. Йом-Труа. Праздник воспоминания трубного звука. Вот как он называется. И этот праздник у нас уже есть. Йом-Труа. Левитам, 23 глава, 24 стих. Левитам, 23-24. Скажи, сынам, Израилевым, седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой. Праздник труп, священное собрание. Здесь мы видим, что так называемый еврейский Новый год, Аруш-Хашина, приходится на какой месяц? Седьмой. Седьмой. Месяц тишей, но месяц седьмой. Сейчас он назван первым месяцем, но раньше было не так. Да? И здесь говорится, что здесь должен быть праздник труб, священное собрание. Воспоминания трубного звука. Что же это за воспоминания и какой трубы? И имеет ли для нас сегодня вообще этот праздник какое-либо значение? Или как исторические какие-то события? Потому что если мы вошли в Брит-Хадаша, в Новый Завет, то нужно ли нам вообще как бы вспоминать об этом празднике, Ньом Труа сегодня? Вспоминать о трубном звуке и какой это трубный звук? О какой трубе вспоминаем? Шафар. Шафар. Это название. А когда этот шафар звучал? И почему о звуке этого шафара нужно вспоминать? Вы попали. Я буду все время задавать вопросы. Привыкайте. Кто еще со мной не сталкивался, привыкайте. Потому что я буду постоянно задавать вопросы. Я не отношусь, в общем-то, к тем преподавателям, которые отчитали свои и уехали. Я буду вас заставлять еще отвечать на вопросы и думать при этом. Итак, есть какой-то праздник, священное собрание. И Бог говорит, послушайте, вы должны собраться и вспомнить, что-то вспомнить. Какой-то трубный звук. Но если мы собрались все, ну, собрались, священное собрание, вот, я вам труа, собрались, ура, все собрались. Чего собрались? Чего, собственно говоря, собрались? Какая тема для этого? Ну, классно, мы вспоминаем сегодня, мы вспоминаем, мы будем говорить, Рош-Хашана, смысл этого праздника несколько изменился. И мы будем видеть в Писании, когда и как он изменился, и почему этот смысл изменился. И почему, в общем-то, устраивает нас и этот смысл. Нам он понравится. Но он назван, он назван одним из праздников, он назван тем днем, когда мы должны собирать собрание и вспоминать о трубном звуке. О каком трубном звуке? Какой смысл? Что? Одно из толкований, что-то просто про трубу ничего не помню. Дело в том, что это слово первый раз встречается в Туре именно вот в этом месте. Я бы не горячился. Давайте подождем. Им надо вспомнить было. Им надо было вспомнить. А если им надо было вспоминать, то очевидно, события, которые описаны, выход из Египта в один из вариантов, но тоже я не помню, там ничего про трубу. Это Новый год. Или это счастливое? Месяц назывался седьмым. Месяц назывался седьмым. Есть предположение, что это может быть как-то связано с тем звуком, который мы слышали, который был на горе. О, большое спасибо. Исход 19 глава, 13 стих, часть Б. Исход 19 глава, 13 стих, вторая половина стиха, Б. Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору. Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору. Итак, был протяжный трубный звук? Очевидно, все-таки про звук трубы что-то было написано до левит. Да? Это в исходе. И что произошло? Они пошли? Нет. Пошли, но не дошли. Значит, события, которые происходят в исходе, они, в общем-то, любопытны. И то, что произошло в 19 главе, очень интересно. Очень интересно. Очень интересно. Десять заповедей, это, пожалуй, 20 глава все-таки. Нас будет интересовать замысел, который имел, замысел, который имел Творец по отношению ко всему еврейскому народу. И замысел очень интересный, который раскрылся только в верующих Нового Завета. Он в то время не был раскрыт, он не был Богом реализован в евреях. Именно из-за этого протяжного трубного звука, а точнее из-за реакции евреев на этот протяжный трубный звук, этот замысел не был реализован. Мы читаем в 1 Петра, 2 глава, 9 стих. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Итак, мы читаем, что апостол Петр обращается к верующим Нового Завета и называют их как? Царственным священством. Отлично. Царством священником. Так, царством священником или царственным священством? Царственное священство. Отлично. Поскольку вы думаете, что это царственное священство, скажите мне, пожалуйста, а в Израиле был ли такой служитель, который бы назывался царственным священником? А кто же это тогда такие царственное священство? Народ, верующий в Ешу, на самом деле является царством священников. Ну, мне приятно, конечно, было бы прийти и снять корону и сказать, здравствуйте, я царь, по совместительству священник, все нормально. Но когда мы читаем все-таки 19 главу книги Исхода, 6 стих, что там написано? А вы будете у меня царством священников, народом святым. Да? Итак, мы видим, что Израиль избирается неким царством среди всех народов земли. Исход 19, 6. Это же мы возвращаемся к трубному звуку, мы же не случайно. И Бог говорит, вы будете, обращаясь ко всему Израилю, вы будете царством священников. Весь Израиль должен был стать царством, состоящим из священников. И отделяется священство, отделяется левиты и весь остальной народ. Хотите так, хотите, можем нарисовать вот так. Отделяется одно колено, левия, и внутри этого колена только одни священники. Род Аарона. Это левиты, а это род Аарона в колене левия. Похож теперь Израиль на царство священников. Теперь Израиль похож на священников. Вот это. Потомки. Кто мог быть для начала разговора? Девочка уже по конкурсу не проходила. Все уже. Только мальчик, лишенных определенных недостатков. Недостатки должны были отсутствовать. Физические недостатки должны были отсутствовать на теле. Если были, хороший мальчик, родился в правильном месте, в правильное время, не годится. Только человек, родившийся в роду Аарона, мальчик, леженный в физических недостатках, мог приступать к священнодействию. Все остальные, извините, как бы они не хотели, как бы они не стремились, как бы они не чувствовали на себе призвание, извините, нельзя. А я чувствую, просто чувствую на себе призвание. Ну, мало ли, что ты чувствуешь. Мальчик? Нет, девочка. Извини. Что бы ты не чувствовала при этом, извини. Не можешь. Все чувствования можно было оставить в сторону, если вы не мальчик. Да? Да? Мальчик, все. А вот физический порог. Изъян есть? Извини. Так я же родился там, где надо. Да еще и мальчиком. Извини. Нет. Не для тебя. Это не похоже, что все стали царством священников. Понятно, да? Но когда мы смотрим в Брит Хадыша, Петр говорит, а вы, а вы, кем стали? Царством священников. Он говорит, наконец-то, замысел Божий, который был, он осуществился. Вы, вы, вы только потомки Аарона? Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеяли в Понте, Галакии, Каппадокии, Асии, Вифии, избранным. Пришельцем. Он пишет пришельцам, он пишет всем, а вы, царство священников. Так подождите, а мы же не родились вот здесь. Они все же из нас мальчики. А может кто-то имеет физические недостатки. Он говорит, а вы, царство священников. И послушайте, здесь корону можно повесить где-то в другом месте. Он говорит, вы все должны священодействовать. Поскольку вы все священники, то вы все и должны что делать? Священодействовать. Упс. А это определенная ответственность. Ну, когда царь, так это же понятно. Это же руками водить, ничего не делать. А когда священник, так это трудится. Это тот человек, на котором лежит обязанность священодействовать. Разницу не чувствуете, нет? Вот эти все люди, они не священодействовали. Вот эти только могли помогать. Да? А все остальные священодействовали? Нет. А на сегодняшний день все верующие, которые вошли в Брит Хадаша, они должны священодействовать. Поскольку они стали все священниками. не были готовы взойти на гору. Они не были готовы взойти на гору. священник, это тот, кто должен встретиться с Богом. Они посмотрели на все это дело и сказали, слушай, Маша, ты, наверное, пойди. А мы здесь тебя подождем. Что-то нам вот сегодня, вот чисто вот сегодня не хочется туда идти. Вот вчера мы как бы хотели еще, а сегодня уже нет. Ты пойди, расскажешь нам потом, мы сделаем. Но сегодня мы именно нет. Завтра может быть, а вот сегодня нет. И те люди, которые сегодня слышат этот трубный зов, это приглашение встретиться со своим Творцом, те люди, которые слышат сегодня благовестие, и не хотят встретиться, они смогут быть священниками. Но те люди, которые откликнулись на этот призыв, те люди, которые приняли своего Спасителя, они становятся царством священников. Они входят в число священников. Понятно? Хорошее воспоминание о трубном звуке. Касается оно каким-то образом нас? Каким-то. Но вы знаете, есть еще одна труба, о которой тоже надо помнить. Но о той трубе мы вспоминаем, она звучала когда? В прошлом. А есть еще труба, которая прозвучит для нас в будущем. Должны ли мы помнить о той трубе, которая прозвучит для нас в будущем? 1 Коринфянам, 15 глава, 51-52 стих. 1 Коринфянам, 15 глава, 51-52 стих. Говорю вам тайну. Апостол Шевуль предупреждает. Ребята, сейчас то, что я скажу, тайна. Говорит, говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся вдруг. Во мгновение ока, при последней... Он говорит, ребята, наступит момент в нашей жизни, когда мы услышим последнюю трубу. Последний шафар. И он говорит, ибо потому что вас трубит. Потому что вас трубит. И так вас трубит, что мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Шауле говорит, послушайте, есть еще один шафар, который ожидает нас в будущем. И будет очень неудобно, если мы будем к тому дню не готовы. Будет как-то не очень себя комфортно чувствовать. И послушайте, посмотрите на образец вот этих ребят. Когда они сказали, пускай кто-то другой будет. Мы не готовы. Мы не готовы приблизиться к этому Богу страшному и чудному. Мы не готовы. Нам страшно. Мы боимся. Иди ты, Маше, а мы здесь типа тебя подождем. Мы не готовы. и они не исполнили замысел Божий. И для нас говорится, я говорю, тайну говорю, то, что говорится о тайне, говорится о том, что открыто для нас. Сокрыто от многих, но открыто для нас. Когда Писание говорит о тайне, то Бог говорит о том, что Он открывает нам то, что сокрыто от многих. И Он говорит, тайну говорю, будет еще одна труба. По секрету. Я по секрету, чисто для вас. Чтобы вы были в курсе дела. Будет еще одна труба. И тогда мертвую воскресну. И лучше вам, ребята, к этой трубе быть готовыми. Итак, один звук, который прозвучал когда-то. И один звук, который прозвучит для нас в будущем. Для чего мертвые воскреснут? Не просто так, точно я вам скажу. Не просто так. У него есть определенная цель. Он придет для того, чтобы они воскресли с определенной целью. Для суда. Для суда. И день Йон-Кипура в традиции, который стал за 500 лет приблизительно до начала этого лета исчисления называться Рош-Хашина. В традиции это день, когда Бог будет судить свой мир. Он будет судить его. Идея та же самая? Ничего не поменялось? Я не удивлюсь, если он придет в день Йон-Труа. И даже если он не придет в день, который будет Йон-Труа по календарю, то тот день будет Йон-Труа, тогда мы услышим таки трубный звук. Тот день по праву будет называться Днем Йон-Труа, Днем Трубного Звука, последние трубы, когда мертвые воскреснут. И для нас лучше не раз в год об этом помнить. Желательно помнить об этом каждый день. что мы дадим отчет имеющему судить живых и мертвых. Евреям, 4 глава, 13 стих. Евреям, 4 глава, 13 стих. Нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его. Ему дадим отчет. Есть день, когда мы дадим отчет и никто не избежит. Это понятно, да? Итак, мудрецы говорили, Бог помнит, что человек забывает и забывает, что человек помнит. если мы забыли о том, что нам надо будет отвечать, то мы таки ответим. Но если мы помним и каемся, то нам за это отвечать не придется. Но если мы забыли, он напомнит. Понятно, да? Итак, очень интересный день Йом-Труа. Очень интересный смысл был заложен в этот день Творцом. И он говорит, вам нужно помнить. Вам нужно помнить и вам нужно помнить не о том, только, что было когда-то, но и о том, что будет. и мы можем выносить уроки того дня до сегодняшнего момента. Это понятно? Мы можем выносить уроки тех дней до сегодняшнего момента. Ничего не поменялось. Когда мы смотрим назад, мы можем чему-то учиться сегодня. И когда мы еще помним о том, что произойдет в будущем, вот тогда картинка становится вполне собранной. Однородной такой, да? Она соединяет прошлое и будущее и говорит, послушайте, нам нужно об этом помнить. Ничего плохого в традиции еврейской помнить нету. И мы будем когда смотреть в Писание очень много раз Бог говорит, помни. Почему человеку свойственно забывать? А он говорит помню. Не забывать. Итак, здесь все понятно? Хорошо. открываем книгу под названием Ниеме. Ниеме. Нас будет интересовать восьмая глава. Вообще тот период в истории был очень интересным. Тот период в истории Ниеме и Ездра они были очень интересными. Очень интересными. недалеко от Пурима, кстати. Когда Пурим был? До этих событий или после этих событий? Это нормально. Когда мнения такие диаметрально противоположные, это нормально. До или после? До. Пурима. Скажите, какие события после Пурима? Вы были, когда посыпали голову пеплом? Тут недавно я смотрел. Вот это Пурим был. Да. Так вот, события в книге Ниеме и Ездра происходили до Пурима или после Пурима? До Пурима. До Пурима. Хорошо. Еще какие мнения? Пурим был до тех событий, которые описываются в книге Ниеме. Пурим был после или до тех событий, которые описываются в книге Ниеме? Да. Давайте проголосуем. Да, горжу. То есть на тот момент, когда царят после. 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 Почему? А почему вообще произошли события Пурима в жизни истории еврейского народа? Если после, то тогда можно предположить, что именно в силу того, что Бог опять открыл возможность вернуться в Санкт-Петербург. А они где остались? Они не захотели вернуться. Да. Им было там хорошо. Это те ребята, которые решили остаться. Это те ребята, которые решили не идти восстанавливать храм. Это те ребята, которые сказали, а мы здесь неплохо устроились. этот был очень интересный период в истории вообще еврейского народа. Знаете, как он назывался? Период сокрытия лица. Не встречались вы такого? Период сокрытия лица. лица. Нет, это период событий пуримных. Вот это история пуримных. Когда они не захотели вернуться, когда они решили остаться. Период сокрытия лица. что значит? Мы хорошо все знаем молитву, да презрит на тебя Господь. А если он сокрыл лицо, где будет находиться человек? Очень интересные вещи. Послушайте, друзья мои, очень интересные вещи. мы будем говорить чуть-чуть позже о них и мы будем возвращаться к свету лица, тьме, хождение во свете, хождение во тьме. Мы будем говорить об этом чуть-чуть позже. Сейчас не буду. Итак, они возвращаются. Они возвращаются. И те 42 тысячи, которые возвращаются в книге Ездры, названы как? Весь Израиль. Вторая глава книги Ездры, последний стих 70-й. И стали жить священники и левиты и народ и певцы и привратники и нефинеи в городах своих. И весь Израиль в городах своих. И весь Израиль. Те 42 тысячи, которые решили вернуться, названы здесь как? Весь Израиль. Потому что на тот момент времени вот это был весь Израиль. На тот момент времени вот эти, которые решили вернуться, воссоздать храм, восстановить храм, они перед лицом Божьим названы весь Израиль. И третья глава. Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израиля уже были в городах. Какой месяц наступил? Седьмой. И священники из Рававель, сын Салафилов. И братья его, и соорудили они жертвенник Богу Израилю, чтобы приносить на нем всесожжение, как написано в законе Моисея, человека Божия, и поставили жертвенник на основании его. Очень четко говорится, что они делают. Для нас очень четко говорится, что они делают. Что они делают? Итак, сначала, чтобы возносить всесожжение, как написано в законе, они хотят возобновить священное действие, как написано, 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 а не сказано, Ездра, 3 глава, как написано в законе Моше, 3 стих, 2-й, 3-й, как написано, нигде не сказано, что они вспомнили, чего-то было сказано. Они говорят о том, что как написано в законе Моше, и поставили жертвенник на основании не в каком-то другом месте. Как они были в страхе от иноземных народов, и стали возносить на нем всесожжение Господу, всесожжение утреннее и вечернее, и совершали праздник, кущик, как предписано, как что сделало? Опять предписано. Не предсказано, не сказано, не передано, не рассказано где-то кем-то, кому-то, когда-то, а как предписано. Странно, да? С ежедневным всесожжением определенным числе по уставу каждого дня. И после всего совершали всесожжение постоянное в новом месяце, во все праздники, посвященные Господу, добровольное приношение Господу от всякого усердствующего. С первого дня седьмого месяца начали возносить всесожжение Господу, а храму Господню еще не было положено основание. Итак, возможно ли празднование праздников без храма? Без храма? Без храма. На самом деле некоторые праздники невозможно праздновать без храма? Нет, не совсем так. Некоторые можно праздновать без храма, некоторые можно праздновать без жертвенника. Есть праздники, которые можно праздновать бы жертвенника и шаббат суккот еще раз а жертвенника не было еще раз секундочку хорошо скажите мне пожалуйста когда бог заключил завет с израилем возле городе на гору они все-таки а я прошу прощения маше вошел да да а завет был заключен до восхождения машина гору или после уже два мнения мы имеем одно до другое после завет в принципе или до до расскажите пожалуйста так не надо было входить на гору для того чтобы заключить завет мы про завет или про скрижали скажем как конституция данное государство тих 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 я знаю правильный ответ иисус не давайте аналог давайте аналоги не проводить давайте ближе к тексту меня интересует исторический момент была такая гора здоровая гора они тут все стояли будут много а потом он пошел на гору да отлично так все-таки так все-таки доля после да хорошо так доля после после на горе все пришли к такому мнению все все нормально у всех все сложилось все пришли к одному мнению на горе правильно и сказал он зайди господу ты и арон надав и авиуд и семьдесят и старейшим израилевых и поклонитесь издали моисей один пусть приблизиться господу а они пусть не приближаются и народ пусть небо сходит и пришел моисей и представил пересказал народу все слова господни и все законы и отвечал весь народ в один голос и сказали все что сказал господь сделаем и написал моисей все слова господни и встав рано по утру поставил под горою жертвенник и двенадцать камней по числу двенадцати колен израилевых моисей написал слова жертвенник поставил и памятники поставил хорошо и послал юноши и сынов израилевых и принесли они все сожжения и заклали тельцов мирных жертву господу кстати юноши были этими самыми как их зовут левитами или может быть потомками арона на тот момент это до того как он зашел или после священство было установлено до того как он зашел или после уверенно хорошо он проверил запишите пока и послал юноши и сынов израилевых и принесли не все сожжения и заклали тельцов мирную жертву господу моисей взял половину крови вылил чаши и другую половину окропил жертвенники взял книгу завета книгу завета он взял и прочитал вслух народу и сказала мне все что сказал господь сделаем мы будем послушны на сайга нишма знаете знаете это выражение хорошо будем говорить это на сайга нишма и поймем и взял моисей крови окропил народ говоря вот кровь завета которую господь заключил с вами о всех словах с их потом зашел моисей и арон надо вы и семьдесят шерейши это событие 24 а события если не изменяет память про золотого тельца в тридцать строгое писал кто это наш а хорошо он приводит слова всевышнего правильно все есть завет мой который вы должны соблюдать между вами и потомками вами здесь говорится об обрезании ну мы говорим сейчас о каком завете всего народа при выходе из египта до вхождения на гору нас интересует сейчас сенатский завет если мы получимся завете обрезание то мы поговорим о завете обрезание нас интересовался на скизает когда вы отвечали на мой вопрос вы отвечали относительно сенатского завета понятно и так очень странные вещи если мы внимательно почитаем освещение арона сынов его для священодействия двадцать девятая глава двадцать восьмое назначение сыновей священников двадцать восьмая глава ну опять же если глава как это идет позже это не означает что хронологически она шла надо проверить телец был позже эти моменты было уточнено телец вообще священников именно колено левия господь отделил для священной действия значит для и после тельца именно за то что они не участвовали в этом же это вы чего так решили чего мы так решили тогда почитайте двадцать восьмую двадцать девятую главу и почему они пришли с предложением принести кельца именно к арону двадцать восьмая первости возьми себе арона брата твоего сынов его с ним от среды сынов израиль чтобы они были священниками мне а арон надава и авиуда и елизара и фраима и сынов аронов и сделал священной одежды перерыв а а а а а а а а